Привет, друзья! Это канал Heavy Metal Gym и сегодня мы с вами прокачаем в домашних условиях дельты, в простонародье плечи. Но не просто прокачаем, а поработаем на медленные окислительные мышечные волокна. Для этого нам понадобится секундомер и резиновые эспандеры. Поехали! Включив секундомер и закрепив резиновые жгуты, в данном случае эспандеры, к ножкам тяжелого стола, я приступаю к тренировкам. Как вы заметили, в первую очередь, пока у меня большая мотивация еще сохранена, я не устал, не устала моя мышечная система, не устала центральная нервная система, и я могу целиком и полностью сконцентрироваться на движении, я начинаю с задних дельт. А как вы знаете с моих видеоуроков и статей, что задняя дельта регулирует и самое важное из всего плечевого комплекса, именно плеч, дельт, от нее зависит развитие всех остальных пучков дельт, переднего, бокового соответственно. Поэтому всегда, всегда уделяйте особое внимание заднему пучку. Почему такие маленькие плечи у большинства занимающихся? Ответ прост. Потому что в последнюю очередь они уделяют внимание заднему пучку дельт. Его не видно самому, если в зеркало не смотреть. Поэтому люди наверняка именно из-за этой причины уделяют очень мало внимания. Работаем мы здесь в медленной технике. Стараемся 5-6 секунд выполнять движение вперед, точно так же назад. 30 секунд отдыхаем. Работаем в короткой, в укороченной амплитуде, в самой тяжелой ее части. Руки вперед далеко не отпускаем и назад, соответственно, сильно далеко тоже не убираем. Работаем, повторюсь, в самой тяжелой части амплитуды. На что стоит обратить особое внимание, когда мы тренируем дельты, когда мы тренируем заднюю дельту? Посмотрите, если при выполнении любых тяг для спины, для широчайших мышц, нам необходимо просто, жизненно необходимо, сводить лопатки вместе. Что это не у всех получается, и немногие, кстати, об этом знают. Если вы не сводите лопатки вместе при работе на спину, то широчайшие мышцы ваши практически не работают. Движения для спины нужно выполнять именно за счет сведения лопаток и отведения локтей, либо назад, либо вниз. Но, когда мы работаем с вами для задних дельт, этого нужно избегать. Если мы будем сводить лопатки вместе, мы будем убирать нагрузку с задней дельты. А нам нужно целенаправленно направить ее именно в заднюю дельту. Поэтому здесь сосредотачивайтесь на том, чтобы ваши лопатки оставались на месте. Работают только плечевые суставы. Руки в локтевых суставах не меняют положение. Не сгибаются и не разгибаются. Точно так же, как при выполнении этого упражнения для грудных мышц. Здесь мы тренируемся дома сегодня. Я часто выполняю тренировки для медленных мышечных волокон дома. Потому что можно более концентрированно сосредоточиться на выполнении работы. Никто не мешает, не отвлекает. Благо, оборудования сейчас хватает. Оно недорогое. Любой из вас может заказать такие эспандеры через интернет. Они стоят копейки. И сосредотачиваться на работе. Данные эспандеры позволяют сохранять напряжение на всем протяжении движения. Что очень и очень важно. Заднюю дельту мы с вами прокачали. Сделали 9 подходиков по 30-40 секунд работы и 30 секунд отдыха. Так как пучки дельт это разные мышцы. Мы с вами можем переходить от одной серии к другой без перерыва. А вы знаете, что тренируя медленные мышечные волокна, нельзя одну и ту же группу мышц делать 2 серии подряд. К примеру, вы сделали для грудных мышц 9 серий жимов в горизонтальном тренажере. Нельзя сразу же переходить на какие-либо жимы, на верхние жимы или на отжимания для грудных мышц. Нужно дать 10 минут отдыха. Либо совмещать тренировку грудных со спиной и чередовать. Серия для грудных, серия для спины. Кто путается во всем этом, кому тяжело очень соблюдать и разбираться во всех этих хитросплетениях. Я создал группу Теломастерская. Это закрытая группа. Ступить в нее может любой. Стоит это недорого. Ссылочку я дам внизу под видео. В этой группе я расписываю все виды тренировок. На медленные мышечные волокна, которых как минимум 3 разных тренировки. На силу, которых 5 как минимум тренировок. На быстрые гликолитические мышечные волокна, которые тоже тренируются по-разному. Мы с вами будем тренировать все в этой группе. И вам не нужно ломать голову, какие упражнения делать, сколько подходов, сколько повторений, сколько отдыхать, как чередовать силу, массу, выносливость. Я не говорю рельеф, потому что вы, мой зритель, уже грамотный зритель, знаете, что на рельеф можно и нужно питаться. Тренировки менять не нужно. Это глупо. Это только выкидыши фитнес-бизнес-индустрии об этом говорят. Для того, чтобы вытягивать из вас как можно больше денег. Поэтому, если вы хотите получать грамотные профессиональные тренировки, вступайте в эту группу. Там тренировки расписаны как для мужчин, так и для женщин. Поэтому, если вы пара, неважно муж и жена, вы можете вступать в эту группу вместе и получать, соответственно, грамотные тренировки. После задней дельты я перехожу на переднюю дельту. Хочу обратить ваше внимание, что переднюю дельту я тренирую только, когда прорабатываю медленные мышечные волокна. Я считаю, что во всех жимах для груди, для плеч, когда мы работаем на другие мышечные волокна, когда мы работаем на силу, передняя дельта работает, дай Боже. И давать дополнительную какую-то нагрузку на нее я не советую, разве что только для медленных мышечных волокон. Также работаем в 9 сериях, медленные подъемы, медленные опускания в самом тяжелом участке амплитуды. 30-40 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Если мы с вами можем выполнять работу от 30 секунд до 60, то перерыв между мини-подходиками в одной серии должен быть четко 30 секунд. Ни больше, ни меньше. Нельзя менять это время. Потому что это научно обоснованно. Кто хочет узнать более подробно почему, ознакомьтесь с лекциями Силуянова. Он более подробно об этом все рассказывает. Я вам больше даю практические занятия, практические советы, как и что нужно делать. Кому нужна теория, переходим и смотрим Силуянова. Слава Богу, он, не знаю он или не он, есть канал на ютюбе, где вы можете черпать море полезнейшей информации. И, как вам говорит фитнес-индустрия, которая не основывается ни на что научная, что нельзя пережигать жиры локально. На самом деле это можно, это уже не раз доказано. Послушайте Силуянова, он об этом хорошо рассказывает и объясняет как, что и почему. Самое главное, они проводили эксперименты, научные опыты, которые все это подтверждают. После того, как мы с вами поработаем на переднюю дельту, можно и нужно переходить на среднюю дельту. Все то же самое. Если у вас хватит ментальных сил, а работая на медленные мышечные волокна, я устаю больше ментально, чем физически. Хотя и физически боль, точнее сжение в мышцах невыносимое. И для натурального атлета нет ничего лучше тренировок на медленные мышечные волокна. Естественно, если вы не новичок. Почему? Потому что именно данный вид тренировок чрезвычайно концентрированно позволяет прорабатывать мышцы. Вы начинаете ощущать каждое мышечное волокно. И естественно, при всей тяжести данной тренировки, она разгружает центральную нервную систему. Она не перегружает наши суставы, веса, потому что в данных тренировках смешные. Здесь мы больше с вами тренируем свою психику, свою выносливость, свой настрой, если хотите, на серьезность тренировок. Те, кто, по моим советам, включает тренировки медленных мышечных волокон в свой цикл, кто начинает тренироваться по периодизационным циклам, увидит уже через, вернее, видит уже через один периодизационный цикл, как увеличилась его мышечная масса и сила. Но что самое главное, увеличивается выносливость. Потому что не слушайте придурков, которые говорят, что выносливость это тренировка сердца. Это полная чушь. Выносливость это тренировка медленных мышечных волокон. Я думаю, что тот, кто первый раз попробует данную тренировку, будет просто умирать. Лично у меня плечи редко ощущаются после тренировки. Но после тренировки медленных мышечных волокон, мои плечи горят огнем. Не забудьте отписаться о том, как вы опробовали данную тренировку, какие у вас ощущения, какие результаты. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тренировочка. Напишите об этом в комментариях. Если у вас возникли вопросы, обязательно пишите. Если кто-то думает, что это легкая тренировка, советую попробовать и убедиться, что это самая тяжелая тренировка из всех, которые когда-либо вы пытались сделать. Всем пока и увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok